всем привет с вами оля вы на канале ольга свон не удивляйтесь моему забавному образу сегодня мы играем в игру от рандеву восьмое чувство четвертый сезон пришла такая коробка я не вскрывала я это сделаю а именно вскрою коробочку на камеру это слепые за теста кто не знает очень интересная игра спасибо большое команде рандеву за то что вы создали придумали такую забавную классно увлекательную игру то что приглашаете не забываете для меня это прекрасная возможность отвлечься от грустных новостей немножко перебячиться и познакомиться с новыми ароматами потому что всегда в подборках есть что новенькое необычное порой даже странное я постараюсь не затягивать видео кратко описать ароматы ну то что получится давайте начинать так немножко волнулись как обычно немножко волнулись главное не отрезать горку себе или палец так как все запечатали даже не откроешь сколько же здесь слоев-то намотали так все хорошо прочь шалку тоже прочь конверт и боксик восьмое чувство четвертый сезон у меня даже все взыграл внутри так смотрите все запечатано здорово номер один так посмотрите наверняка будут несколько боксиков где что-то открывать даже вот так вот даже вот так вот еще немножко пошел шут так и правило давайте почитаю сначала правило вот тоже отлично ух какие большие смотрите арендару здорово спасибо читаем в этом сезоне игра превращается в увлекательный турнир все волнуюсь в первом туре 64 участника будут случайным образом разделены на пары пар дальше то в пар будет определяться количеством набранных баллов ваша задача набрать больше баллов чем ваш оппонент сревнуясь не забывайте что это игра правда это игра она направлена на объединение парфюмерного сообщества теперь давайте придем к правилам перед вами она бокс с восьми таинственными ароматами вам нужно познакомиться с ними поделиться впечатлениями и ответить на следующие вопросы какие какие самые яркие ноты вы чувствуете в данном аромате рекомендуем не распыляться по нотам чем меньше сложных предположений тем выше будет балл за каждую угаданную ноту второе попытайтесь определить каким категориям относится каждый аромат масс-маркет люкс ниша или винтаж опишите свои ощущения ассоциации вызванные каждым ароматом попробуйте назвать бренд и или угадать название аромата это конечно уже сложнее немножко попью водички так начинай описывать аромат назовите его номер указан на пробнике желаем удачи ну удачи да удачи вау какие красивые посмотрите так ну давайте с первого начнем сэмпл номер один у меня руки даже трясутся это всего лишь игра почему так нервничаю номер один я буду записывать мне так удобней так о о это что знакомое да долши габбана долши габбана light blue ну сто процентов да либо какой-то клон долши габбана либо это оно есть ну да очень похож мне кажется это он ну такой путевый легкий аромат белосветочный здесь фруктовые ноты есть да это light blue мне кажется это он либо клон переходим к второму аромату ну это было легко второй так второй что-то куда-то я мимо напшикала вау и это что-то очень приятное сладкое женское женское мне кажется здесь есть нота розы нота розы нота розы такой нежно пудровый немножко аромат давайте запишу второй значит нежный пудровый легкий легкий мне кажется нота розы здесь есть ну красивый мне кажется что это люкс он так лучше габбана это люкс естественно я не ответила на вопрос первый аромат люксовый второй мне тоже кажется это люкс второй скорее всего да люкс какая-то знаете еще что-то знакомое сейчас подождите дайте я на руку нанесу что-то есть помимо розочки мне кажется что-то еще есть сейчас я на руку что-то уже что-то молекулярно плохо держится, поэтому вот вообще не слышу теперь. Ну вот что-то такое нежное, пудровое, легкое. Возможно, от розы есть. Все, пока что так. Возможно, что-то молекулярное. Третий аромат. Третий, третий. Будем возвращаться. Раскроется чуть-чуть, хотя второй, наверное, все. Теперь пропал. Так, третий. Ой, ну это тоже роза. Даже посмотрите, цвет водички такой. А, не передаю. Цветло розовый такой. Красивый. Свежий. Зеленый, розовый. Да, зеленые ноты здесь есть. Очень красивый, фужерный. Ну, такой же легкий. Вот на летнее время идеально подойдет. Красивый. Знаете, я тоже на руку произносила. Странно, какие-то они все куда-то сразу исчезают почему-то. Надо воды попить. Ну, тоже вот такой свежий, зеленый, розовый аромат. Очень легкий. Я не знаю, что это, но мне кажется, что люкс. Ну, может быть... Нет, это люкс. Да, это люкс. Давайте к первым вернемся. Ну, да. Доджи Габбана. Первый. Доджи Габбана. Лайт Було. Второй у нас. Что, знакома какая-то нота? Белые цветы, что ли? Мне кажется, белые цветы тоже в втором аромате есть. Белые цветочные. Белые цветочные. Пудровые, белые цветочные, легкие. Это второй. Да. Ну, красивый. Очень легкий. Что, по-моему, невесомое такое. Воздушное даже. А третий, да, свежий, зеленый, розовый. Это аромат про розу. Утонченая розочка такая. С зелеными нюансами. Очень красивая. Ну, пока все. Давайте к четвертому перейдем. Четвертый. Фу. Фу. Это что-то уже яркое, свежее. Это либо унисекс, либо мужской. Яркий, свежий. Фужерный. Что это такое, интересно? Ну, приятный, легкий, свежий аромат. Скорее, мужской. Мне кажется, не унисекс. Хотя, некоторые женщины могут где-то наденать. Но я бы это не надела. Мне кажется, мужской скорее. Могу ошибаться. Третий, хотя и люкс в аромат, мне кажется. Четвертый тоже люкс. Либо люкс, либо ниш. Мне кажется, люкс. Третий, четвертый. Люкс, скорее всего. Мне кажется, мужской четвертый, да. Так. Спецовый такой пряный. Спецовый, спецовый пряный, фужерный. Так, что еще могу назвать? Ну, знаете, вот старый был яркий, а теперь он раскрывает, становится более свежим, приятным. Мне кажется, здесь есть либо кориандр, либо черный перец, что-то такое вот. Я записываю, чтобы потом не путаться. Мне кажется, даже цитрусы есть. Да. Слушайте, красивый аромат оказался. Да, мне кажется, цитрусы тоже есть. Ну, пускай немножко полежит. Пятый. Водички чуть-чуть. Так. Вау, это очень яркий. Резкий. Подождите. Похоже, что-то молекулярное. Какое-то гвоякое дерево, что ли. Да, это древесный. Древесный аромат, свежий. Мне кажется, гвояк есть здесь. Специевый тоже такой, пряный. Специевый, пряный. Я думаю, что это либо унисекс, либо мужской. Древесный. Да, адресный уже написал. Так. Это не какая-нибудь молекула. И гвояк, допустим. Есть там что-то, какие-то новинки вышли. Essential Molecules там, по-моему, был с чаем. По-моему, как раз таки, гвояковое дерево тоже. Может быть, это оно? Предположу. Но это тоже, это не дешево. Это либо ниша, либо люкс. Он очень простой. То есть свежий, древесный. Немножко специевый. Вот такой. Пятый. Так, четвертый давайте вернемся. Ух ты! Четвертый оказался не так уж прост. Какая-то сладость появляется у четвертого. Да, он какой-то сладкий. Небольшая сладкая нота у четвертого. Белоцветочный. Белоцветочный. Сладкий. У меня окно открыто. Так. Интересно. Ну, это унисекс точно. Четвертый. Да, очень красивый аромат оказался. Интересно. Ну-ка, пятый. Ой, пятый, наоборот, как-то он потяжелеет. Да. Такой тяжелый, древесный. Горчинка небольшая присутствует даже. Ну, возможно, это сенчик молекус. Что-то новое, вот, мне кажется. Ну, я могу ошибаться, конечно. Так, а третий, да. Третий – это розовый свежий аромат с зелеными нотами. Прекрасный, кстати говоря. Очень красивый. Ну, я думаю, что это люкс. Ну, может быть, даже и ниша. Но, мне кажется, это люкс. Это третий. Четвертый – это унисекс. Я думаю, что тоже люкс. Пятый у нас либо люкс, либо ниша. Немножко разветривается. Дайте я на руку нанесу себе пятый. Сейчас мне он покажет. Если это молекулярный, ну, как-то на мне странно раскрывается молекулярный. Непонятно. На блотере он лучше раскрылся, чем на руке. Интересно. Ладно, давайте к шестому перейдем. А потом вернемся. Не хочу тянуть время. Все равно это игра. Все равно это игра. Не корову проигрываем, да? Так. Ой! Это что-то сладкое. Очень сладкое. Очень вкусное. Фруктовые ноты. Фруктовые ноты. Сладкий. Я думаю, что это люкс. Потому что нет никакой химозности. Вот такой, знаете, няшный аромат. Я такой не ношу, не люблю. Ну, я знаю, что девочки некоторые любят. В прошлый раз была манго скин. Помните аромат? Вот такой же. Это сладкое. Жвачное. Фруктовое. На первый взгляд, несерьезное. Но такое любят. Ну, давайте отложим. Пускай полежит. Может быть, что-то там еще добавится к ноткам. Какие-нибудь ноты появятся. Другие. Так. Седьмой аромат. Седьмой товарищ. Свежий. Свежий. Фужерный. Такой спецово-прямый. Я думаю, что это мужской, но, скорее всего, это унисекс. Скорее всего, ниша, мне так кажется. Седьмой. Какая-то горчинка тоже присутствует. Древесный. Ну, классный аромат, но для меня какой-то слишком свежефужерный, какой-то грековатый. Дайте я пятый, к пятому вернусь. Тот, который... Ой, слушайте. Ну, так смягчился. Что вы сюда положили? Это очень похоже на молекулу. Сэншик Молекул. Прям не очень кажется, что это... Мне очень кажется. Кто так говорит? Мне очень кажется. Пятый аромат, мне кажется, это Сэншик Молекул. Да. Я думаю, это оно. Прям из-за и супер раскрывается. Молекула. Я думаю, что это оно. Мне кажется, что да. Это пятый. Ну-ка. Мне кажется, да. А шестой у нас... Что-то сладкое, да. Какие-то тропические фрукты. Что-то такое жвачное, жвачное излучание. Если так можно сказать. Тропические фрукты. Либо люкс, либо ниша. Это не бюджет. Сто процентов, потому что тут нет ничего химозного. Цветочные ноты тоже есть. Цветочные. Это шестой аромат. Сейчас возвращаюсь. Пока все. Седьмой давайте вернемся. Ой, да. Это ниша. Сто процентов, мне кажется. Да. Свежий, фужерный. Какая-то горчинка. Цветочные ноты тоже есть. Спецовая такая, знаете. Спецовая пряная. Какой-то дубовый мох, может быть, есть даже. Мне кажется, да. Древесный. Освежающий. Что-то знакомое. Я сейчас не угадаю, конечно. Мне кажется, это мужскоромат. Но, скорее всего, это унисекс. Я бы такое не надела. Но есть дамы, которые любят потяжелее. Ароматы. Ну, давайте пока отложим. Последний. Представляете? Восьмой. Прямо быстро мы сегодня. Так. Восьмерка. Последний патрон. Ой. Что-то сладкое. Слушайте, что-то знакомое. Это что-то знакомое. Это женский аромат. Сто процентов. Женский. Цветочный. Очень легкий. Красивый. Мне кажется, здесь роза есть. Роза. Немножко пудровый. Какая-то знакомая прям нота. Не могу. Что это? Может, я это слышала? Это что-то очень знакомое. Подождите. А что у нас вот такое вот легкое, свежее, пудровое, розовое? Это очень известный аромат. Я не вспомню сейчас, конечно же. Но какой-то хит. Это что-то известное. Прямо до боли знакомое. Ну что же это такое? Вообще. Прямо пустота в голове. Ну вот по ощущениям знакомое что-то. Где-то прям недавно я это слышала. Что же это? Подождите. Надо вспомнить. А что же это может быть такое? А, подождите. Что же это? Монталь. Прямо очень знакомый аромат. Вообще. А здесь, мне кажется, белые цветы тоже есть. Белый цветочный аромат. Это люкс. Либо ниша. Это недешево. А, ну что это? Ну я не вспомню сейчас. Но это очень знакомый аромат. Это что-то очень популярное. А, ну что это? Может быть, даже у меня-то есть. Я не удивлюсь. Ну прям вообще что-то очень знакомое. Мускус вроде бы нет. Хотя, может быть, есть. Дайте я на руку нанесу себе. Вот так вот сюда куда-нибудь. Ну да, такой... Прямо спирт бьет в нос. Белый цветочный, розовый. Мне кажется, не роли есть, а цитрусы тоже. Да, цитрусы точно есть. Угу. Ну, он тоже красивый. А, да, цитрусовый, бело-цветочный. Такой освежающий, красивый аромат. Вау. И очень знакомый, освежающий. Так, а что же это может быть? Вот, может быть, мансера или манталь, что-то. Я его знаю, этот аромат. Но что это, я не помню. Прямо вот хоть убейте вообще. Такая свежесть. Что же это такое знакомое? В общем, я сдаюсь. Но это очень известный аромат какой-то. Ну, какой? Слушайте. Да нет, наверное, не может быть такого. У него одна мысль возникла. Я даже озвучивать не буду, потому что это маловероятно. Похож на аромат от Эйвен. Я все-таки это озвучу. Вот сейчас руки. Может быть, это Эйвен? Вряд ли. Нет, нет, не может быть. Нет. Цитрусовый. Красивый, освежающий аромат. Ну, вот на блотере я розочку тоже слышала. Бело-цветочный. Легкий. Так, давайте вернемся к остальным. Потом уже к восьмому. Так, значит, первый. Он уже прям выветрился такой отличненько. Это либо Light Blue, либо Clone. Должи Габбана. Light Blue первый. Там фруктовый нот, по-моему, лимон. Там есть яблочко, насколько я помню. Либо груша, либо яблоко. Белые цветы. Только красивый, освежающий аромат. Немножко пудровый. Второй. Так, это нежный, да. Нежно-пудровый, легкий. Розочка, да, бело-цветочный. Больше добавить нечего. Мне кажется, люкс. Первый тоже люксовый. Третий у нас. Свежий, зелено-розовый, да. Люксовый. Больше добавить нечего. Четвертый. Вот четвертый товарищ очень сложный оказался. Древесный. Еще добавлю, что он древесный. Тут и фужерные ноты есть. Он свежий. И пряные ноты есть. Цитрусы тоже, да. И древесные еще добавляю. Что он древесный. Четвертый. Мне кажется, либо люкс, либо ниша. Так, пятый. Пятый. Пятый, я думаю, что это Сэмчик Молекулс. Ну, я думаю, что да. И это оно, мне кажется, да. Вот новинка недавняя. Там было как раз двойковое дерево. Вот, мне кажется, это он древесный. Извей супер пряный. Такой, немножко спецовый. Это пятый, шестой. Что-то сладкое, помню, было. Ну, так, какой-нибудь... Я думаю, это либо люкс, скорее всего, ниша. Все-таки шестой. Фруктовый. Тропические фрукты. Цветочный, сладкий. Очень вкусный. Мне на мой вкус... Несерьезный. Я такое не люблю. Слишком няшный. Прям вообще несерьезный. Так, седьмой. Ой. Да, свежий, фужерный. Пряно-спецовый. Не сексовый, скорее всего. Думаю, это ниша. Это дорого. Горчинка присутствует. Древесный, да. Фужерный я назвала. Ну, боже, добавить нечего. Вот восьмой. Давайте. Восьмой какой-то странный. Что-то знакомый. Я так и не угадала. Что это? Мы очень знакомы. Я не знаю. Возможно, аромат от Эйвен. Кто-то посмеется надо мной. Ну, прям. Мне напоминает Эйвен. Может, просто похож, конечно. Ну, что это такое? Это женский аромат. Цветочный. Легкий. Роза здесь есть. Цитрусы. Немножко пудру. Белый цветочный. Освежающий. Я слушаю аромат от Эйвен. Девочки, мальчики. Уж просите. Смейтесь, не смейтесь. Мне самой смешно. Я понимаю, что такого не может быть. Скорее всего. Но я прям... Эйвен слышу. Да, все, буду заканчивать. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok